Кто сказал, что мяч обязательно должен быть круглым? Кто сказал, что регби слишком жесткая игра для детей? В Иванове уже больше полугода существует школьная лига регби. В начале нового учебного года стартовал и новый спортивный сезон. Открыли его соревнования, на которых школьные регбийные команды смогли продемонстрировать все, чему успели научиться. На сегодняшний день предварительно заявки подали 18 школ города Иваново, но мы на этом не останавливаемся. Я думаю, что будет порядка 20 школ, и мы будем проводить такие турниры в течение всего года. Сегодня у нас 4 школы и команда от спортивной школы. Тег регби отличается от классического. Этот спорт менее контактный, а значит не такой травмоопасный. Но менее интересным и захватывающим он от этого не стал. Более гуманное, у нас нет контактов, нет захватов. Практически исключен травматизм, но это только по несчастному случаю. Основная задача у игроков – это сорвать ленточку у противника. Это бесконтактный регби, поэтому в школах его очень встречают восторженно, я бы так сказал. Кто сказал, что это чисто мужской спорт? В команде 43-й школы наравне с мальчишками выступает девочка. Катя пробовала себя во многих видах, но становилась на регби. Тренинг идет так, как это должно быть. Просто я пришла в команду и тренер сказал, чтобы они мне помогли сделать. Еще мы когда-то с тренером тренировались и у меня получалось немного. Фестиваль школьного регби не состязание, а скорее товарищеский турнир. Для каждой из команд это шанс показать себя, сравнить свой уровень подготовки с другими школами. Победитель будет лишь один. Но кто сказал, что награда не может достаться всем? Есть в школьном регби традиция третьего тайма, когда после сложных игр ребята и тренеры все вместе едят в пиццу. Тэг-регби – спорт, который рушит все стереотипы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.